Доброе утро! Вы смотрите новости. Меня зовут Анастасия Романова. В ближайшие 10 минут о самых главных темах этого дня. Военнослужащие и тяжелая техника из Алтайского края направлены в Иркутскую область. Они будут устранять последствия наводнения. На отправке побывала наша съемочная группа. Разделение квоты и жеребьевка на лицензию. Какие поправки в закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов региона начнут действовать в этом году? От аномальной жары к холоду. Из-за резких перепад температур возросло количество обращений к врачу. Как легко перенести такую погоду? Защитить права граждан на тайну личной жизни и сохранить конфиденциальность персональных данных. Кодекс этической работы в сети интернет подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Документ разработал Роскомнадзор. Впервые был подписан два с половиной года назад в Москве на международной конференции «Защита персональных данных». К этому моменту кодекс подписали 4000 организаций, компаний и регионов России. Поставив подпись, они подтвердили готовность содействовать созданию безопасного информационного пространства и формировать культуру поведения в сети. И к другим темам. Больше 300 военнослужащих и тяжелая техника из Алтайского края направлены в Иркутскую область для устранения последствий наводнения. Жертвами числятся тысячи человек. Наша съемочная группа работала во время отправки. Подробности у Вадима Слюсарева. Десятки населенных пунктов оказались в зоне подтопления. Большая вода унесла дома тысяч жителей Иркутской области. Из опасных зон эвакуированы более 2500 человек, среди них 600 детей. Погибшими числятся 18 человек. Обстановка в области близка к военным действиям, где главный враг – стихия. Командующий Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин руководит спасательной операцией. Одно из решений – направить в зону паводка, технику и личный состав Олейской части из Алтайского края. Главная задача личного состава нашего соединения – оказать местному населению максимальную помощь в ликвидации последствий наводнения, наведения внутреннего порядка и исключения случаев распространения инфекционных заболеваний. Минувшей ночью в Барнаульском аэропорту приземлились четыре борта Ил-76. Один за другим их загрузили необходимым для операции оборудованием – от лопат до продуктов питания – тяжелой и инженерной техникой. Также к транспортировке в любую минуту готовят тяжелые механизированные мосты ТММ-3. Всего же в Иркутскую область отправляется более 300 человек личного состава. По последним сводкам МЧС России уровень воды в Иркутской области снижается, однако ситуация остается тяжелой. Военнослужащие из Алтайского края будут работать в зоне подтопления, пока жертвы паводка не получат помощь в полном объеме. Вадим Слюсрев, Алексей Шаульский. Новости. Продолжаем выпуск. Поправки в закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов Алтайского края начнут действовать уже в этом году. Напомню, их приняли во втором чтении Алтайского краевого законодательного собрания. Они коснулись процедуры получения разрешения на охоту. Подробности далее. Новые поправки в закон об охоте приняты во втором чтении Краевого законодательного собрания. Теперь квоту на отстрел животных разделят на две части. 50% будет выдаваться в Барнауле при профильном ведомстве. Вторая половина по месту нахождения охотничьих угодий. Самое главное нововведение – заявления на получение лицензии будут проходить жеребьевку. Таким образом, система выдачи разрешений станет прозрачной. Если охотник совершал в течение года предшествующего выдачи разрешений правонарушения в области охоты, его заявление будет рассмотрено по остаточному принципу. Если честно, шансов получить разрешение у него будет сведено к нулю. Важно! Теперь охотник сможет подать лишь единственное заявление на один вид копытного животного. Это позволит охватить большее число желающих. Также в первоочередном порядке будут рассматриваться заявления охотников, не имеющих административных правонарушений в течение года, предшествующего началу распределения квот. Также выделена приоритетная группа получателей лицензий. Это лица, дополнительно которые получают у нас вознаграждение в районе 7 тысяч рублей, мы их еще будем, так скажем, примировать вот такими разрешениями. На такую категорию граждан законопроект предусматривает 30% от разрешения. Через два месяца в Краевом министерстве природных ресурсов и экологии смогут дать оценку эффективности этих мер. Не исключено, что в следующем году законопроект может быть доработан. Вадим Слюсарев, Михаил Алифуншан, Новости. Новое жилье от государства получила вдова ветерана войны, 91-летняя бейчанка Евдокия Сергеевна Синдеева. Указ по обеспечению жильем ветеранов в Алтайском крае работает стабильно. Как живется Евдокия Сергеевна в новой квартире, знает Полина Жданова. Он все-таки у меня с 44-го до 51-го в армии был. Вот такие, а сейчас год не хотят. Быть женой военного – это жить в постоянном ожидании. Своего мужа с фронта Евдокия Сергеевна ждала 6 лет. Сначала Великая Отечественная, потом Японская. После жили в комнатушке 17 квадратов на четверых. Вырастили дочь и сына, всю жизнь работали. Евдокия Сергеевна была и пастухом, и помощником тракториста, и на завод пошла вместе с мужем. В семье приходилось очень тяжело, но Синдеевы не падали духом. Мы только на собальке жили и на картошках. Картошек не хватало у нас. Мы готовили картошку к семенам. Вот верхушку срезали, а потом картошка кончается, мы эту верхушку начинаем есть. Евдокия Сергеевна уже овдовела, но военные заслуги мужа помогли ей купить новое жилье – однокомнатную квартиру. За счет федерального бюджета ей выделили 1 миллион 100 тысяч рублей. На оставшиеся деньги сделали ремонт. В новом доме Евдокия Сергеевна легко справляется с домашними обязанностями без помощи родных. Любит делать все сама. Я никогда не покупала. Вот это мы уже переставили, окна, потолки заделали сами. Сегодня в Алтайском крае 59 ветеранов нуждаются в улучшении жилищных условий. В этом году новые квартиры получили 30 человек. На эти цели потрачено 36 миллионов рублей. До конца года деньги на жилье перечислят еще пятерым ветеранам региона. Полина Жданова, Сергей Балуев. Новости. Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности продолжает сохраняться в регионе. При этом аномальная жара идет на спад. Однако о легкой прохладе рады не все. Перепады температур негативно сказываются на здоровье людей с заболеваниями сердца. Хоть мужчины чаще страдают от перепадов температур в апреле и мае, а женщины в октябре, всплеск сердечно-сосудистых заболеваний переходится на летний период. Реакцией нашей сердечно-сосудистой системы на жару объясняется плохое самочувствие, одышка и постоянная усталость. Комфортной для организма считается температура от 19 до 20 градусов тепла. А если столбик термометра показывает плюс 25, такая температура сказывается негативно не только на здоровье сердечников. Проблемы могут появиться и у здоровых людей. Человек теряет жидкость, человек теряет очень важные электролиты. Это прежде всего магний и калий, которые способствуют, при их потере происходит развитие нарушений ритма. Ну и кроме того, за счет сгущения крови у пациента может быть склонность к тромбозам, развитию инфарктов, инсультов. Как перенести перепад температур с комфортом и без вреда для организма, расскажем в вечерних выпусках новостей, а также обсудим в программе «Интервью дня». Гость в студии – главный врач Крайвого центра медпрофилактики Татьяна Репкина. Смотрите в 17.15. И к другим темам. Фитотерапевты со всех уголков России, ближнего и дальнего зарубежья в эти дни знакомятся с целебными свойствами трав. В Барнауле проходят международные фитокурсы. Им нет аналогов ни в России, ни за рубежом. В Алтайском крае есть единственная организация в стране, где работают профессиональные врачи-фитотерапевты. Они рассказали о важности этого направления в лечении и реабилитации онкобольных. Нельзя все время применять лекарства, всю жизнь, мы же понимаем. А лекарственные растения, многие, они безвредны. Они действуют более мягко. Они не такие значительные изменения вызывают сами по себе. Их можно принимать очень-очень долго. Специалисты, которые занимаются профессионально, подготовленные в этих сферах, то эффект общества получается лучше, больше. Ну, а люди становятся здоровее. Участвуют в международных фитокурсах 32 врача из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, других городов, а также Казахстана и Словении. Затем врачи отправятся в Горный Алтай изучать травы алтайских предгорий. Попробуют приготовить целебные отвары. Завершатся уникальные фитокурсы 9 июля. Я много читала о фитотерапии в Сибири, на Алтайском краю. Прочитала тоже все книги от доктора Корепанова. И я видела, что это будущее, лечение с помощью природы. Достоевский сказал, что красота спасает. А я думаю, что не только красота, но и природа. На этом пока все. До встречи в 13 часов.